О главных новостях уходящей пятницы прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Машина заправлена, а кошелек пуст. Цена на бензин в Алтайском крае продолжает бить все рекорды. В чем причина? Комариная активность достигла своего пика. Поможет ли массовая дезинфекция победить кровососущих? Первый этаж и другие удобства. История с квартирным вопросом девушки-инвалида завершилась хэппи-эндом. Начнем. Алтайские производители сельхозтехники готовы работать на импортозамещение. Так, почти половину плугов всех типов на российский рынок поставляет наш край. Вопросы технологического суверенитета в агросфере страны обсудили в Казани на заседании комиссии госсовета по направлению сельское хозяйство. Провел его губернатор Виктор Томенко. Заседание прошло в рамках Всероссийского дня поля. Эксперты обсудили развитие рынка отечественной сельхозтехники, а также поиск новых поставщиков оборудования и комплектующих. Все больше и больше появляются техники производства азиатских наших партнеров. Это, ну, как бы естественно, те страны, которые готовы с нами взаимодействовать, они приходят на наш рынок. Но, естественно, здесь есть много моментов, связанных с дальнейшим обслуживанием техники, связанным с поставкой необходимого объема запасных частей, особенно когда оборудование выходит за сроки, гарантированные сроки эксплуатации. И здесь мы с нашими партнерами будем действовать, ну, тоже по двум направлениям. Первое, ну, формулировать свои потребности, выстраивая более глубокие взаимоотношения, с одной стороны, с другой стороны, ну, подстраховывая себя собственными возможностями и мощностями. А это у нас есть и, скажем, сегодня Кировский, руководитель Кировского завода выступал, представители Ростельмаша выступали. Губернатор сообщил, что ушедшие с рынка зарубежные компании могут отчасти заменить алтайские предприятия. К примеру, уже сейчас они поставляют на рынок 42% плугов всех типов, а также бороны, глубокорыхлители, зерносушилки. На госсовете обсудили инструменты поддержки аграриев, прямое субсидирование, льготное кредитование и лизинг. Так, на федеральном уровне принято решение сохранить возможность оформлять лизинг на сельхозтехнику поставки ниже рыночной. Эта мера, по словам Виктора Томенко, востребована и на Алтае. И к другим темам. Скорость увеличения цен на бензин в Алтайском крае продолжает бить все рекорды, прибавляя к стоимости литра по несколько десятков копеек в неделю. В розницу АИ-92 и АИ-95 дороже опта. Из-за чего образовалась такая ситуация? Почему она грозит целым коллапсом для региона? И когда все может стабилизироваться? В этих вопросах разбирался мой коллега Данил Кузнецов. С нынешними ценами на топливо, пистолет, бензоколонки так и хочется приложить не к заливной горловине, а к головине. Почему в Алтайском крае так резко подорожало горючее, когда это кончится, расскажу, пока заправляю машину. Поднятие розничных цен по региону началось с мая. Притом, единственная категория, которой это почти не коснулось, дизель. Литр 95-го за два месяца подорожал в среднем на полтора рубля и постепенно приближается к отметке в 50 рублей. Для кого-то даже такая, казалось бы, незначительная перемена влечет серьезные изменения. Приходится в чем-то себе отказывать. Ну вот, например? Ну, например, ну где-то пешком пройтись, проехать по проездному билету. Причина такого резкого скачка в ценах – оптовое увеличение стоимости горючего. Оно началось еще с января, когда на рынке начал образовываться дефицит бензина. Если сравнить объемы произведенного топлива в прошлом и в этом году, нефтяные компании порядка 5% сократили объемы выпуска бензинов. Если мы посчитаем в абсолютных цифрах, это измеряется сотнями тысяч тонн. На это наложились и другие проблемы. В первую очередь, сезонный ремонт на заводах по производству бензина и увеличение внутреннего туризма на автомобилях, вследствие чего потребление на АЗС у трасс выросло на 30-40%. Поскольку бензин на Алтае, по данным Росстата, самый дешевый в стране, из-за резкого подорожания цена оптового горючего превысила розничную. Больше всего от этого страдает частный АЗС, которых только в Барнауле около 60%. Мы же купили бензин там и по 42 рубля, и по 40 рублей. И кажется, что мы в рублях зарабатываем. Но, как только мы сейчас купим его по 46, у нас было, допустим, там 1000 тонн бензина на остатках, а получится 900 тонн. Притом цену за литр бизнесменам поднимать относительно бесполезно. АЗС нефтяных компаний ценник стараются держать, несмотря на работу в убыток. А к ним доверия больше, чем к частным организациям. В итоге, главный плюс предпринимателей – низкая цена – просто нивелируется. Сейчас топливный бизнес в Алтайском крае – рискованное предприятие. Эта ситуация может привести к уменьшению числа игроков на рынке. Человек ко всему привыкает. Согласен я с этим или нет – не согласен. Ну а что здесь уже сделаешь? И остается только ждать. Эксперты предполагают, что оптовая и розничная цены стабилизируются к осени, когда нефтеперерабатывающие заводы выйдут с профилактических работ и закончится высокий сезон туризма. Однако это может стать лишь временным затишем перед бурей, поскольку сейчас Министерство финансов настаивает на снижении параметров демпферов в два раза. Это значит, государство будет выплачивать нефтяникам меньше средств, которые все эти годы идут на стимулирование их работать на внутренний рынок, а не зарубежный, где выгоднее. Поэтому до какого уровня может взлететь стоимость одного литра, если законопроект примут – загадка для всех. Машина заправлена, кошелек пуст, а жители Алтайского края полны надежд, что бензин не перешагнет отметку в 55 рублей за литр. Не говоря уже о большем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Уже этой осенью проезжую часть на пересечении улиц Попова и Павловского тракта должно перестать топить во время дождей. Здесь начались работы по устройству дополнительной системы водоотведения поверхностных сточных вод. Иными словами, ливневки. Подробнее далее. При строительстве каждой новой дороги сейчас строят и ливневую канализацию, а вот дополнительные системы водоотведения не делали много лет. На Попово-Павловском тракте это стало необходимостью. Контрактом в рамках задания технического предусматривается устройство дополнительных двух дождеприемных колодцев с отдельными ветками. Каждая ветка диаметром 315 миллиметров. Одна протяженностью 50 метров, другая 60. Располагаться эти колодцы будут на проезжей части, в самом низу дороги, как раз там, где скапливается вода. Далее проложат отдельную ветку диаметром 500 миллиметров с врезкой в общемагистральный коллектор, который на этом участке был очищен в прошлом году. Стоимость контракта по контракту 7,1 миллиона. Срок исполнения контракта до 1 сентября. Технологией производства работ предусматривается. Значит, устроится труб водоотводящих с закрытым способом, методом горизонтального направленного бурения. То есть без скрытия проезжей части. Подрядчик планирует закончить работы раньше срока. До конца июля специалисты говорят, что после их завершения пропускная способность ливневки на данном участке увеличится более чем в два раза. Напомним, что в связи с ремонтом на улице Попова от улицы 280-летия Барнаула в сторону Павловского тракта в районе пешеходного перехода проезд по правой полосе закрыт. Движение автомобилей и общественного транспорта возможно по двум полосам. Татьяна Голубева, День с толком. Комариная активность достигла своего пика. Поэтому сегодня в краевой столице начали повторную обработку общественных территорий и прибрежных зон от кровососущих. Как происходит дезинфекция, расскажем далее. Не минуты покоя. Жители Алтайского края съедают комары. В регионе фиксируют рост численности кровососущих. И это несмотря на обработку от комаров в Барнауле в середине июня. Активному размножению насекомых способствует сочетание факторов. Половодье в мае и дальнейшая жара создали идеальные условия для роста комаров. Поэтому сегодня в краевой столице начали повторную обработку от насекомых. Обработку мы проводим в ранние утренние часы. Заканчиваем примерно часам к девяти, когда уже много народу. А начинаем в пять утра. Чтобы и ветра было меньше, и препарат вложился хорошо. Препарат используется четвертого класса опасности. Самые безопасные для людей, которые не вызывают никаких побочных эффектов. Дезинфекцию уже провели в центральной части города. На проспекте Ленина, площади Победы, в Нагорном парке. Также обработают сквер Химиков, Ленинградскую аллею, Мизюлинскую рощу, аллею на Георгия Исакова, парк Юбилейный и прибрежные зоны. Общая площадь обработанной территории должна составить 44 гектара. По мнению специалистов, обработку им нужно проводить несколько раз. Вы же обрабатываете непосредственно, убиваете ту популяцию, которая в данный момент существует на определенной территории. Ну, допустим, да, грубо говоря, там на траве, на объектах остался инсектицид. Ну, там через некоторое время прилетели другие комары. Не факт, что они с этим инсектицидом вообще повзаимодействуют. То есть, да, это нужно делать периодически. Эксперты рекомендуют позаботиться и об индивидуальных средствах защиты. Советуют выбирать проверенные препараты и не обрабатывать репеллентом кожу. Это средство предназначено именно для одежды. Юлия Щепина, День с толком. Экспертиза меда в этом году может ударить по карману пчеловодам. Опасения связаны с новыми правилами санитарно-ветеринарных исследований, которые предполагают широкий комплекс анализов на пестициды, органолептические показатели и антибиотики. Наша съемочная группа встретилась с пчеловодом из Косихинского района и узнала опасения пасечников, которые повисли в воздухе из заряда нововведений. С подробностями Валентина Аскерова. Когда они чувствуют дым, то они более спокойные, более усмиренные делаются. По большому счету дымарь и не нужен. Евгений Балашов разводит миролюбивую пчелу породы карника. Насекомое такой разновидности редко проявляет агрессию. Но меры безопасности соблюдать все же необходимо. Можно работать без лицевой сетки, но лучше ее одевать, потому что это средство защиты. Потому что яд – это все-таки яд пчелиный, хоть и полезный, но когда его много, это может быть опасно. Пасека Евгения насчитывает 700 пчелосемей. Гречишного меда получается с изобилием. Лакомства пользуются большой популярностью у сладкоежек и приносят хороший доход, отмечает пасечник. На сегодня пчелоса – это высокорентабельная отрасль и продолжает ей оставаться. Мы наблюдали как пик цен, рост цен, так и падение цен. То есть и доходила до 200 рублей за килограмм втовая цена, и было падение до 55 рублей за килограмм. То есть вот эти качели, они постоянно на рынке. На сегодняшний день цена на мед стабилизировалась, находится в районе 100-130 рублей за килограмм. Это я говорю о нашем гречишном меде. Рентабельность хорошая, но и затраты немаленькие. Медовый бизнес требует вложений, подчеркивает Евгений. В частности, на экспертизу меда ежегодно уходит 40 тысяч рублей. А с этого года затраты на исследования могут увеличиться в разы, опасается пасечник. Виной тому новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы. Многие переживают, что это будут дополнительные затраты. То есть количество исследований будет увеличено. По затратам денежным это будет выше, потому что было и общее комплексное исследование, и дополнительные маленькие исследования. Если опять же пчеловод решит доисследовать эти партии меда дальнейшие, если потребуются на них документы. В Росельхознадзоре подтвердили, комплекс анализов медовой продукции действительно стал больше. Теперь ее нужно проверять на пестициды, органолептические показатели и антибиотики. Расширили сам перечень показателей. Но специалисты уверены, необходимость в таком подходе назревала давно. У нас точно добавилось большое количество лекарственных препаратов, на которые есть необходимость изучать, исследовать. Опять же это обусловлено тем, что с 95-го года мы все с вами понимаем, что количество лекарственных препаратов, которые пчеловоды используют для своей деятельности, оно значительно увеличилось. Соответственно и необходимость исследования на эти препараты увеличилась. Экспертиза меда нужна для чего? Для того, чтобы оформить ветеринарно-сопроводительный документ, который подтверждает безопасность, качество и место происхождения этой продукции. Вот цель. Актуальную информацию о стоимости экспертизы меда нам должен был рассказать сотрудник специализированной лаборатории. Но в последний момент он отказался от комментария. Ведомство обещало озвучить новый прескурант в ближайшее время. За нарушение ветсанитарных правил за продажу медовой продукции без ветдокументов пчеловодам грозят серьезные штрафы. До 5000 рублей обычным гражданам и до полумиллиона рублей юридическим лицам. А между тем, Евгений Балашов, как и другие законопослушные пчеловоды, скоро повезет продукцию на лабораторную экспертизу. Как сильно это ударит по карману пасечников, узнаем с первым урожаем меда. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Анастасия Бертенева. День с толком. История с квартирным вопросом девушки-инвалида завершилась хэппи-эндом. Сироте Светлане Крюковой, которую признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц регионального жилищного управления и министерства строительства, все-таки предоставили квартиру на первом этаже. Как прошло торжественное вручение ключей от долгожданной квартиры в сюжете Юлии Щепиной. В этой части я думаю, что поставлю что-то внутрь, там стол для творчества, там что-то рисовать, там также какие-то предотврежности могут находиться. Напротив шкаф и кровать. Так Светлана планирует расставить вещи в своей новой квартире, которую получила от государства. Даже не верится, вот если честно, до сих пор еще какое-то такое, как будто это я просто приехала куда-то, посмотрела и все. Вот, ну, прямо вот вообще, какое-то волшебство. Напомним, 29-летняя жительница Барнаула, сирота Светлана Крюкова, вынуждена была оплачивать с пенсии по инвалидности комнату, которая слабо соответствовала нормам доступной среды. Светлана колясочник с врожденным генетическим заболеванием. Когда подошла ее очередь на получение жилья, девушка приехала в предлагаемую квартиру, но не смогла туда попасть. Квартира находилась на девятом этаже, а лифт ходит только до восьмого. Тот вариант пришлось отклонить. Спустя два месяца Светлана дождалась квартиры с учетом ее особенностей. Ключи ей вручали с почестями. С момента первой публикации информации о нарушении ваших прав прокурорам Алтайского края была поставлена на контроль ситуация, связанная с защитой ваших нарушенных жилищных прав. Полностью контролировали этот вопрос, отреагировали внесением представления в адрес регионального жилищного управления, добились представления вам живого помещения, оборудованного с учетом особенностей вашего состояния здоровья. Мы вас поздравляем, желаем вам всего самого хорошего в новом месте. Имейте цветы. Квартиру на первом этаже в удобном для Светланы районе действительно приспособили специально для нее. Расширили проемы, убрали пороги, розетки и выключатели расположили на нужном уровне. Кухонный стол и раковину опустили ниже. И даже сделали дверь-купе в санузел. Доступ к вам есть. Идеально просто по размеру и все. И по низменности все. Так же, как к туалету. У к унитаза есть ручка для этого. Использовать, чтобы можно было. Условия для проживания отличные, говорит довольная хозяйка. И, конечно, они кардинально отличаются от предыдущей квартиры. Мы обязаны были Светлане Леонидовне предложить это жилье, которое у нас было закуплено и зарегистрировано в собственности Алтайского края. Очередность подошла. Это была просто обыкновенная формальность. Мы предложили, она отказалась, мы увидели и, в принципе, не открестились, так скажем. То есть вы утверждаете, что вы не знали об ее особенностях здоровья? Нет. То есть в суде у нас не было в решении суда сказано об этом. Мы только увидели, когда, в принципе, вручали это уведомление на квартиру. Около 9 лет, пока я училась, пока работала, пока там где-то колесила, где-то искала место жительства. Не было возможности элементарно даже пройти медицину, медосмотры, все такое необходимое. А сейчас у меня это появилась возможность, вошло это в контроль. И сказали, жить буду. День, когда ей вручили ключи от собственной квартиры, Светлана никогда не забудет. А еще девушки пообещали предоставить коляску и ежемесячно поставлять необходимые медицинские изделия. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Консультативно-диагностическому центру Алтайского края исполнилось 30 лет. В честь этого в Барнауле состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, на которую приехали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска, Уфы и других городов. На конференции делились и обменивались опытом. Говорили о роли диагностических центров в повышении доступности первичной специализированной медицинской помощи. А также о том, как усилить эффективность работы лаборатории на примере опыта Томской области. Всего работали 4 тематические секции. Участники подчеркнули, несмотря на стремительное развитие медицины, вопросов развития диагностических служб много. Врачи Алтайского центра планируют в первую очередь развивать лабораторную диагностику. Опыт, который есть уже в регионах, безусловно, мы должны идти по пути того, что уже сделано. С интерпретацией какой-то на собственное здравоохранение, на собственные лабораторные службы. Применение в клинической практике диагностических методов исследования, те, которые есть у нас сегодня. Мы посмотрим опыт коллег, что используется в других регионах, какие это протоколы, какие клинические рекомендации используются для назначения тех или иных диагностических процедур. Это очень важно на самом деле для врачей диагностических служб. А на этом у меня все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск новостей с Анастасией Дороган. А для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...